МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем еще раз привет. Мы продолжаем проходить Марио Одиссей. Почему-то предыдущая трансляция перелывалась внезапно, поэтому продолжаем. Мы дошли до Болзера. Словная свадьба у него. Будем ее прерывать. Где осталась драка с Болзером? Да вроде и все. Так. А что они, типа, не сохранили? Мне придется весь уровень проходить заново, что ли? Блин, только не говорите, что мне придется, правда, это все проходить. Там же такая жесть была. Погоди. Все этажи открыты. Все, переместиться. Хорошо хоть додумался карту посмотреть. Все, нормально. Не надо заново. Но почему-то они меня не здесь сохранили, а сохранили в самом начале. Ну, скорее. Ну, я, типа, быстро бегу. Быстрее никак. Все. Это тоже мы уже все видели. Это можно пропустить. Давай. На основную драку уже. Тоже пропусти. А он, походу, все время, у нас в разные стороны, да, прыгает. Потому что до этого он уходил влево все время. Тут главное, вот во время удара его хвостом четко в тайминг прыгать, и все, будет норм. А ну да, еще вот этот. Не вовремя. Раз, пойдет. Наверное, вот сюда, вот так вот камеру подрегулировать. Второй раз ударили. И вот так. Ну, три это точно. Возможно, и шесть раз придется. Самый последний момент. А, не успел. Так. Вот та шапка, наверное. О, слушай, кто туда жизни? Тихо. Блин. Так, ладно, мы с этих, хотя бы, с других шляп мы можем жизни себе наколотить. Это не как с корольчихой. Сейчас сделаем. А че это они любезно у меня не спрашивают, хочу ли я пропустить эту сцену или нет. Первый удар вообще без вопроса. А почему он трижды ударяет? Просто же по два раза было. А, ну да. Надо далеко отставать. Где шапка? Понятно. Отлично. так а что если вообще от него отойти вас во время удара хвостом но хотя не будем экспериментов дело без от этого не убежать вообще это на площадь атака второй раз она вообще очень быстро возвращается попробуем какие-нибудь шапки замутить больше одной тебе не убить пока у тебя шапка но вернется твоя точнее шапка пока вернется у тебя шансов нет значит только тут не знаю может быть рандомно это сердце выбивается мина да 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 а черниль всегда казалось то что он налево прыгал что он странно как-то атакует вообще я хотя бы полечить давай во второй раз я должен выбить шапку нальмуль то есть он теперь всегда направо уходит я столько раз уходил от этой атаки в чем дело раз-два так мы че пробуем опять выбивать шапку когда он крутится по часовой стрелке у него урон медленнее проходит чем обратно это то есть надо как-то два быстрых прыжка делать один обычный второй как-то быстрее да вот так от этого уйти он очень редко делает вот так вот назад второй раз ты вряд ли шапку поймает неплохо хорошо Хорошо. Давай, ну тупо иди, главное уйти. Уйти, если получится. Ну тут уже он может сколько, один раз он в тебя попал, потом он может сколько угодно тебя поливать огнем. Так, блин, сколько полечился. Попал. Ага, подставная такая атака была. Теперь еще раз будем дать им драться. Там такое огромное расстояние было в этом кольце, она могла бы сама выпасть просто. Достаточно руки вперед сделать и все. Вообще взял, поразвернулся и ушел от нее. О, кстати, вот эти кубики валялись у нас на протяжении всей игры. В чем дело? Прилетели кубики и все сломали. Че, че, че надо делать? А, да, точно. Когда Марио лежит, надо просто подорваться и прыгнуть. Что же нам делать, что нам делать? Вообще без понятия. А, подожди, шляпой надо вселиться в этого, да, в Болзера. Я думаю, что уже все, боссов не будет никаких. Музыка из классических Марио. Все, нормально. Сейчас мы просто... За Болзера я еще и никогда не играл. Я думаю, это будет как минимум интересно. В этой жизни. Скорее, забираемся отсюда. Не вопрос. Куда бежим? Кстати, мне это чем-то Супер Невитроид напомнило. Куда? Куда? В какую-то сторону. Так. Он влез туда даже. Прикольно. Еще в 2D. Да нет, тут недолго осталось. Я тут сейчас побег из этого лягушатника устрою и все. Финально до босса я завалил. Болдерфалк. Я теперь в него вселился и надо свалить отсюда. На время. Ну прям горимый отсылка на суперметроид. Ну прикольно. Давай быстрее. По выходу мы почти выбрали. Куда бежать? Нет, не сюда. Чего делать-то она, я не понимаю. О, наверное, вот это ломать. Брать, у меня одна жизнь осталась. Что тут по башке прилетит, а там. А сколько таких? А, 4. Ну, сейчас рандомно мне ничего на голову не свалится. Тогда норм. Этот центральный куб, оказывается, нужно было лупить. Я вижу, что сейчас все обрушится. Я вижу, что сейчас все обрушится. Под веселую такую музычку долбишь. Дичь это. Так, надо выбираться. Все. И они... И куда-то они умчали. Видимо, на планету Земля. Если такая в этой вселенной вообще есть. Подожди, мы же в сторону Земли летели. Не важно. Он ее прям на луне трахнет. Ну и шапки тоже. Кстати, такая музычка вообще не свойственна играм Марио. Я бы с зубами взял. Сильно независимая. Ну точно. Она, короче, всех отшила. Обоих. Зашибись. И уф-какава на нашем корабле. Как мы домой возвращаться будем? Привет, автоским плава про вам. Все? Да. Кстати, вот эти кубы я видел на каждом уровне. Да, да, да. Я говорю, принцесса сильная независимая прям тут. Всех отшила. И Болзера, и Марио, короче, никому не дала. Еще и ускакала на нашем корабле, с которым мы его чинили всю игру. Теперь вы можете попасть в Гребное Королевство. А зачем? В магазинах появились новые луны энергии. В меню карты добавлен фонетика. Что тут делать вообще? По-моему, туда надо сходить. Вон там, где свет горит. Может, она думает. Решит все-таки дать. Давай, Асатик, вставай. Как-то тихо и спокойно. Может, мы вовсе и не были в лунном царстве. Может, она нам просто приснилась. Да нет, не приснилась. Мы ведь там спасли наших драгоценных тюк. Кошмар закончился. Мы молодцы. Знаешь, мне понравилось наше с тобой путешествие. Не хотел, чтобы она заканчивалась. Что, здесь сурка? У нас ведь еще столько дел. Столько всего предстоит найти и увидеть. Вот, например, если мы соберем много лунной энергии, то наверняка сможем улететь еще дальше. Значит, путешествие продолжается. Я этому ужасно рад. Сначала заглянем в замок. Ну, это то есть, короче говоря, типа, пройти еще. Вот каждый уровень, где ты видел там вот эти кубы такие большие, которые вот, которые, ну, как на луне, которые мы разбивали. Они тебе помогут дополнительные уровни открыть. Ну, типа, еще, по-моему, там, сколько-то царств, королевств, не знаю. Я просто туда зайду, посмотрим, что этот коза мне скажет, и все. А что, ее самой-то, нет? Привет, Мария, ты снова устроил себе грандиозное путешествие. Я за тебя очень рад. По правде говоря, я слезу за твоими приключениями и веду учет всех твоих достижений. А еще у меня много лун, они-то будут награды за твои подвиги. Тебя уже есть с чем поздравить. Держи награду за достижения под названием Спасение Принцессы Питч. Причем я уже... Кстати, ты можешь посмотреть, как называются луны за достижения. У каждого луны есть небольшая подсказка, если ты найдешь в меню карты, то нажмешь. Ага, очень интересно. Спасибо. В списке лун отображаются все луны, которые ты уже собрал. Тебе может это пригодиться. Ну ладно, приходи, когда добьешься, ноут успеха. Я хочу на ее трон. Ты что, что я тут забыл-то вообще? Может быть, это надо трушную концовку, типа, откроешь, когда прям все-все-все-все, короче, соберешь. Все там 50 тысяч уровней пройдешь. Ладно, по факту игра пройдена и хорошо. В принципе-то игрушка прикольная, она мне понравилась, как бы, ну, как и все, в принципе, вот эти вот нинтендовские игры, которые умеют всегда манипулировать вот разными механиками игры. Ты вроде, по сути, включаешь одно и то же. Одни и те же игры, с одними и теми же сюжетами. Но всегда есть что-то новенькое, какая-то новенькая механика, которая, в принципе, будет забавно спотреться и не дает скучать. А так, по сути, ну, всегда там одно и то же. По воде поплавал, валит их, в снегах побегал там и так далее. Классика, классика. Вот, ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok,